Ну что, всем привет! Возвращение Катики-Лентяйки. Ааа, кто-то в глаз, кто-то в глаз, кто-то в глаз попал. Всё. Возвращение Катики-Лентяйки, которая после отпуска ленится снимать видео и даже не рассказывает какие-то моменты о своём отдыхе. Мне стыдно, признаюсь, да. Но что-то я в таком режиме, хотя я не скажу, что я много, да, снимала, но что-то, когда в таком режиме живёшь, вроде пытаешься отдыхать, а в то же время всё равно, да, там монтировать, укладывать что-то там интересное. Вот. Потом это вот как-то вот хочется немножечко без этого побыть. Вроде три рабочих дня, сегодня среда, три рабочих дня прошло. Три дня жизни после отпуска. Вот. А столько всего произошло, и я не знаю, как вот всё вот, как сказать, эмоционально преподнести, потому что что-то хочется говорить, что-то не хочется говорить, что-то трудно говорить, пока тебе не зададут вопрос. Как-то так. В общем, сейчас моя задача купить краску для мамы, потому что ту краску, которую она купила себе, дал ужасный результат, поэтому сегодня мы будем это исправлять. Иду в Магнит Косметикс, поэтому я в маске. Маски на режим снова ввели, поэтому без масок сейчас никуда нельзя. Поэтому как-то так. Ну что, начну я обзор краски, про которую я сегодня говорила, которую я сегодня купила. Это Шварцкоп. В этот раз я покупала краску в Магнит Косметикс. Если бы, конечно, была та краска, на которую я делала обзор в прошлый раз, ссылку на видео я оставлю в описании, то, конечно, бы я не раздумывая взяла бы её. Но, к сожалению, той краски не было, поэтому я выбрала вот эту. Вот. Ну что ж. Краска среднестатистическая по цене. Не самая дорогая, но и не самая дешёвая, то есть обычная. Покупала я её в Магнит Косметикс, как я уже говорила. От фирмы Шварцкопф. Люминанс. Роскошные блонды. Мы выбрали цвет 10.14. Кристальный блонд. Сейчас посмотрим, что идёт внутри. Вот такой цвет нам как бы обещают. Но, конечно, нужно исходить из цветовой гаммы. Так как я пыталась найти корешок, мам, который ты мне оставляла. Я его ни в сумке не нашла. В общем, маленькая, да, предыстория. Мама купила осветляющий палет, думая, что это приведёт к хорошему блонду. Это огромная ошибка всех. Осветляющие краски никогда не приводят к никакому адекватному результату. Это просто выход из тёмного цвета. Его можно использовать как базу для подготовки к дальнейшей покраске. То есть выход из более тёмного или там, например, из тёмной корни. А дальше в любом случае понадобится цвет. И мы хотим добиться сегодня вот такого вот кристального блонда. То есть более естественно. Какой цвет у нас вышел после палет, я, конечно, покажу. Если Наталья Евгеньевна не против. Вот что нам идёт в наборе. Давайте посмотрим, что здесь нам идёт. Так, смотрим. Флакон-аппликатор с проявляющейся эмульсией. Одна штука. Дальше что у нас идёт? Так. Фокус, 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 фокус. Окрашивающий крем. То бишь нам это смешивать нужно будет. Я всегда открываю, кстати, краску в магазине. И смотрю, всё ли идёт в наборе. Потому что очень многие что-то вытаскивают. Кондиционер для волос. Обязательно одна штука идёт. Так, может быть, даже не одна. Нет. Да, смотрите. Кондиционер для волос. Две штуки идёт в этом наборе. Вот. Кондиционер для волос. Две штуки. Уже радует. Обязательно перчатки. Я, кстати, аллергична к краске. Поэтому я обязательно использую перчатки. И инструкция. Всё. Больше в коробке. Как вы видите, ничего нет. Вот. Инструкция на разных языках. Всё. Ну, сейчас получается по инструкции мы что делаем? Мы надеваем перчатки, далее флакон-аппликатор с проявляющейся эмульсией, то бишь вот это, смешиваем с вот этой позиции, с вот этой вот, с окрашивающим кремом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. 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 Дима Торзок.